Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Управда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Чтобы снегом не занесло, есть ли техника для очистки дорог и зачем нужны метеостанции. Т-плюс заканчивает масштабную ремонтную кампанию. С 1 октября запрещено курить на балконах. Что думают об этом ульяновцы? Димитровградские депутаты продолжают отчитываться перед избирателем. Сегодня в Дорьямстрой обсудили подготовку к зиме. Губернатор осмотрел снегоуборочную технику. Чего не хватает нашим дорожникам и чем им могут помочь метеорологи? Узнаете в материале Виктории Черковой. Готовь сани летом, а снегоуборочную технику осенью. В Дорьямстрой уже начали готовиться к суровой зиме. Грейдеры, самосвалы и погрузчики выстроились стройными рядами во дворе учреждения. Сегодня их осмотрел губернатор Сергей Морозов. Машины безотказные и мощные, но для более эффективной работы необходимо пополнить автопарк. Надо понимать, сколько нам еще техник купить, для того, чтобы город содержался в зимнее время, ну вот не хуже, чем в летнее, что называется, да, чтобы тротуарная, прежде всего, составляющая, остановки были, ну, на высоком уровне, так сказать, чтобы люди не подсказывались. Примерно 120-130 единиц еще нам надо в полном объеме. Это, получается, мелкую технику. Да, все мелкая техника и все. А сейчас еще раз сколько у вас? 148. На экскурсии также представили образцы популярных реагентов – песко-соляную смесь, техническую соль и состав для борьбы с гололедицей. После выставки дорожного хозяйства перешли к совещанию. Мы всю эту неделю проведем как неделю реализации национального проекта «Безопасной и качественной дороги». Поэтому, Андрей Сергеевич, пожалуйста, что планируем сделать и на что будем уделять особое внимание. Потом уже поговорим о зимнем, подготовьте к зимнему содержанию. В Ульяновской области проводится подсчет количества ДТП и мониторинг аварийных участков дорог. Этой осенью будет организована круглосуточная работа диспетчерской службы. Также к региональным дорогам будут подключены метеостанции. Пять метеостанций у нас позволят в онлайн-режиме также наблюдать за метеоосадками. Кроме того, метеостанция позволяет прогнозировать складывающую дорожную обстановку, образование гололеда в преддверии трехчасовой прогноз перед наступлением неблагоприятных погодных условий. При возникновении заторов жители Ульяновска смогут позвонить по телефону горячей линии. Дорожники, в свою очередь, приедут по вызову. Этой зимой для очистки путей сообщение задействует 272 единицы дорожной техники. Виктория Черков, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Около года прошло после создания первого ТОСа на территории Корсунского района. Однако, за этот небольшой промежуток времени удалось многого добиться. Новые детские площадки, клумбы освещения улиц в селах. Заслуга общественных объединений, работающих под эгидой ассоциации ТОС. Подробности у Павла Полового. Обновляется старое, строится новое. Жители наконец-то почувствовали себя хозяевами, которые могут влиять на развитие своей территории. Региональные власти инициативу поддержали. В 2018 году в Корсунском районе было зарегистрировано 19 территориально общественных самоуправлений. 19. Они зарегистрированы в Минюсте Ульянской области, России по Ульянской области. Из 19 ТОСов, 13 ТОСов, которые были зарегистрированы до 1 декабря 2018 года, из регионального бюджета были выделены средства на выполнение мероприятия по благоустройству территорий ТОСов в размере 3 миллиона 772 тысячи рублей. В селах радуются новым фонарям и дорогам в Корсуне, детским площадкам и цветникам. Граждане на себе ощущают, что активная, созидательная гражданская позиция – наиболее короткий и продуктивный путь к позитивным переменам. Площадка, да, очень востребованная. В этом году нам поставили в конце лета, в августе, горку детскую и вот эти качели очень удобные. Сижу, качаюсь. Качаться сейчас несложно. Гораздо сложнее было в такой короткий срок организовать работу территориальных самоуправлений и добиться таких впечатляющих результатов. Тут неоценимую помощь оказала региональная ассоциация ТОС. Когда у нас вообще не было опыта создания, она нам очень большую помощь, ассоциация оказывала в обучении, методических рекомендациях, как все это дело зарегистрировать, как это все вопросы решать по защите вот этих проектов, наших работ в защите. Ведь эти средства были направлены через Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Ульянской области. Конечно, и по сей день эта ассоциация нам оказывает всяческую вот эту такую конституционную методическую помощь. Впечатления от поездки в Корсун остались самые приятные. Поселок становится на глазах вполне современным и красивым. И очень приятно, что все изменения – результат диалога власти и жителей. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. В Заворском районе участковая и полномоченная полиция раскрыл серию краж из магазинов. В дежурную часть МВД России по Заворскому району поступило сообщение от администрации ювелирного салона о хищении драгоценностей. Полиция установила, что во время рабочего дня злоумышленник в ювелирном салоне воспользовался тем, что все продавцы заняты общением с посетителями и с помощью проволоки достался в витрине золотое кольцо с бриллиантом стоимостью около 45 тысяч рублей, после чего покинул магазин. В ходе проведенных мероприятий был задержан ранее судимый 41-летний неработающий местный житель. Мужчина сознался и пояснил, что сразу после похищения продал кольцо на одной из улиц города прохожему за 5 тысяч рублей. В ходе дальнейшей проверки сотрудники полиции установили причастность задержанного к серии краж из магазинов, совершенных в областном центре, в которых мужчина также сознался. С 1 октября в России вступили в силу новые правила пожарной безопасности. Раньше запрещалось курить на балконе и лоджии только при наличии угрозы возгорания. Однако по новым правилам курение запрещено полностью. Мы решили узнать, как к нововведению относятся ульяновцы. Слово Натальи Чумаченко. Постановлением правительства были внесены поправки в правила противопожарного режима в Российской Федерации. Так, с 1 октября 2019 года запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир. Соответственно, под запрет попадает жарка шашлыков, которые любили увлекаться некоторые жильцы, особенно в летний период. За это нарушителям грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей или даже уголовная ответственность. Однако многие эксперты расценили указанные поправки еще и как запрет курения на балконе в многоквартирном доме. Эту информацию подтверждает главное управление МЧС Российской Федерации. Однако, как нам пояснили в региональном законодательном собрании, без разъяснительной работы с населением и правильным воспитанием подрастающего поколения закон, пусть и принятый, работать не будет. Сейчас не курят в самолетах, не курят в поездах, как правило, не курят в поездах, не курят в других небольших общественных пространствах, где так или иначе есть контроль с точки зрения полиции, с точки зрения ответственных лиц. А вот на примере многоквартирных домов и лестничных маршей эти законы, к сожалению, не работают. То же самое, уверен, практически будет на сегодняшний день и с законом, который запрещает, в кавычках, курить на балконах. Общественность разделилась в основном на два лагеря. Одни ульяновцы против всеобщих запретов и считают, что новый закон – это ограничение личной свободы взрослого человека. С 1 октября запретили курить не только в общественных местах, но и на балконах. Вот как к этому относятся курильщики? Отрицательно. Я к всему отношусь отрицательно. Человек хочет – курит, хочет – пьет, лишь бы он других не трогал. А тут получается, что нас только трогают, а мы вот ходим – никого не трогаем. Правильно, что все больше запрещают. С одной стороны, это глупость. Другие считают, что курение – это пагубная привычка, поэтому здоровье нации нужно сберечь любыми путями, в том числе и введением запретов. 1 октября запретили курить курильщикам на балконах. Как вы к этому относитесь? Я правильно говорю, если не знаю, потому что у меня был случай у знакомых, сгорела квартира. Был открыт балкон, они на работе были. Видимо, сверху этажа упал, а курок других вариантов о том, что выгорела квартира, не было. Вообще запрещать надо. Ни на балконах, ни на квартирах, нигде. А почему? А зачем это нужно? Здоровье только губить. Есть и такие, которые считают, что этот вопрос их никак не касается. Главный аргумент – они не курят, а значит и проблемы нет. Вы курите? Нет. Запретили курить с 1 октября 2012 года на балконах. Как вы к этому относитесь? Не знаю, я не курю, поэтому все равно. Как вы относитесь к тому, что с 1 октября запретили курить курильщикам на балконах? Мне вообще без разницы. Я не курю. И другим не советую. Меры противопожарной безопасности будут еще дорабатываться, так же, как и меры по борьбе с курильщиками. Стоит также дождаться судебной практики по этому вопросу. Отметим также, что первый претендент есть. В начале октября был зафиксирован случай нарушения закона о запрете курения на балконе в Ставропольском крае. Мужчина отделался штрафом. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ. На днях в Ульяновске прошел общегородской субботник, в котором принял участие более 4 тысяч человек. Работы проводились во всех районах города. Уборка мусора и листвы, а также посадка деревьев. Эти задачи в первую очередь стояли перед активистами. Всего было собрано почти 800 кубометров мусора и посажено более тысячи деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба администрации города Ульяновска. В Ульяновске традиционно проходит обновление систем теплоснабжения. Компания Т-Плюс успешно завершает работы, несмотря на их большой объем. Подробности у нашего корреспондента. Теплосети готовят к приближающейся зиме. Ульяновский филиал ПАО Т-Плюс заканчивает масштабную реконструкцию тепловых артерий города. Наша съемочная группа проверила, как продвигаются работы на улице Минаева. Рядом с проезжей частью заменены 350 погонных метров трубопровода. Зеленые насаждения не повредили, асфальтобетонное покрытие целое. Реконструкция уже подходит к завершению. Мы пошли навстречу администрации и местным жителям. Не стали вскрывать местные проезды. Трубу прокладывали без вскрытия, дорожного полотна. И ни одно зеленое насаждение в процессе работы не пострадало. Депутат гордома Денис Седов осмотрел объект. Он оценил бережное отношение к территории, однако напомнил про сроки выполнения. По моей информации, все сроки соблюдены. Более того, на сегодняшний день до 15 октября еще разрешение, но до завершения раскопки существует. Если в эти сроки Т-плюс не справится с этим, будут променены штрафные санкции. Все работы по обновлению тепловых сетей согласованы с городской администрацией. Там, где можно, сотрудники Т-плюс проводили замену труб без масштабных земляных вмешательств. Использовали только подземные каналы. Хотелось бы отметить, что несмотря на проводимые работы, тепло в дома ульяновцев стало подаваться вовремя. Никаких сбоев допущено не было. Объект на пересечении улиц Лесной и Кооперативной обещают сдать к 15 октября. Основные работы выполнены. Осталось положить асфальт. На этом участке заменено более 700 метров коммуникаций. Директор ульяновского филиала по ОТ-плюс осмотрел объекты и напомнил о дальнейших преобразованиях. В ближайшее время отрасль теплоснабжения ждет переход на новые модели рынка тепла по методу альтернативной котельной. Все понимают важность и нужность этого вопроса. И сегодня дорожная карта, которая была подписана губернатором, полностью исполняется. И наша задача в рамках переходного периода все вопросы, связанные с отнесением города к ценовой зоне, завершить к 1 января 2020 года. Напомним, альтернативная котельная позволит существенно нарастить вложение в теплоснабжающую инфраструктуру. За 10 лет функционирования нового метода планируется инвестиция в 7,8 миллиардов рублей. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Управды ТВ. Продолжается тема с отчетами парламентариев из города Атомщиков. В минувшую пятницу сразу три димитровградских депутата, Владимир Пикалов, Игорь Куденко и Алексей Воскресенский, решили отчитаться перед своим электоратом. Правда, получилось у них это сделать по-разному. Слово нашим димитровградским коллегам. К председателю Комитета Думы по финансо-экономической политике и городскому хозяйству Игорю Куденко пришло около десятка активистов. Отчет перерос в диалог и сразу стало видно. И люди переживают за свой округ, и депутат работает. Разумеется, по мере своих возможностей. А с пивнушками что делать будем? Давайте бороться. С пивнушками, к сожалению, вот не дадут мне соврать, коллеги депутаты, с этим бьемся постоянно. И с рюмочными, и с пивнушками, пока у нас... Ну, можно как-то обвязать, тогда пусть туалеты ставят, но невозможно дышать, невозможно. Ну, вот правильно Алексей подсказывает. Федеральный уровень, к сожалению, это уже не в наших по намочках. Помимо этого, важными проблемами на участке у депутата являются неблагоустроенные дороги и нежелание городских властей спиливать аварийные деревья. Судя по диалогу, депутат в курсе бед своих жителей и пытается им помочь, но не всегда получается. Так, например, ситуация в сквере Якорь. Проблема есть, а решения пока нет. Вы сами видите, я уже четвертый месяц бьюсь с этим провалом. Я уже там и с бетоном договаривался, с экскаваторами. Я чего только не делал. А вот этим бетоном залили и чуток. Может быть, не просто... Подождите, немножко не так. Нет, нет. В Союзе делали вот такие вот плиты, буквы «П», закрывали. Да вот они так и лежат там. Там, понимаете, в чем дело? Там они сами понять не могут, в чем дело. Уже столько раз раскапывали. Там... Если вы думаете, что я, допустим, это не вижу, это вы зря так думаете. Это постоянно только я и шпыняю. Собственно говоря, на этой ноте отчеты был закончен. Что касается Воскресенского и Пикалова, их доклады были крайне странными. Оба отчета длились всего по 10 минут. Из них официальная часть занимала практически половину времени. Да и отчитывались депутаты в пустой зал. Никого, кроме нашей съемочной группы, депутатов и некой женщины, которую мы видели на отчете у депутатов Хворова и Матягина, больше не было. Воскресенский прочитав типовую часть отчета, приступил к описанию своей работы на округе. В этом году также по инициативе жителей Западной 28 была уложена плитка. Плитку нам тоже любезно предоставила администрация. Мы восстановили подходы к пункту приема и сброса мусора. Там у нас постоянно была грязь, сляк. То есть сейчас люди могут спокойно подходить и выбрасывать мусор. Также у нас планируется установка плит бетонных по Западной 28. Тоже во дворы, которые ведет сзади магазина Бахус. Аналогично работы были проделаны на Сверской 4. На этом, как говорится, отчет о делах Алексея Воскресенского был закончен. Только одно осталось непонятным. Роль депутата в укладке данной плитки. Ну да ладно. В остальном депутату, по его словам, помешала администрация города, которая не реагировала на его запросы и требования. Владимир Пикалов и вовсе начал отчет с того, что перечислил все свои приемы и количество заявителей. За все время 10 приемов я проводил. Приходил 21 избиратель. С ними, со всеми была проведена устная беседа. Как бы многие, ну, недовольны нашей жизнью, можно так сказать. Выражают какой-то негатив. Ну, помочь в каких-то, в таких глобальных проблемах я не смог, честно скажу. Ну и про мелочи Владимир Пикалов так и не упомянул. Получается, депутат весь год беседовал с электоратом и ничего не делал. Как бы то ни было, отчеты прошли. Правда, без участия части избирателей. Кемран Кичимайкин, Анжелика Боровинок, Димград 24. Специально для Управда ТВ. Весь октябрь наши в городе. Футбольная команда «Волга» принимает новотроицкую «Носту». 13 октября в воскресенье в 14.00 на стадионе «Труд». Приходи на футбол, поддержи главную футбольную команду нашего города и стань участником мега-розыгрыша призов. Вход для детей до 12 лет и пенсионеров бесплатный. Подробности на официальном сайте и в социальных сетях футбольного клуба «Волга». Экономия времени и его рациональное использование – такова основная философия ПАО «Сбербанк». А для этого акционерное общество делает ставку на цифровизацию. Одним из новых сервисов в развитии является проект «Агентская сеть», который заработал в этом году и представлен в шести районах области. У руля регионального отделения ПАО «Сбербанк» сентября новый руководитель. 41-летняя Алла Гладкова в системе организации «Человек не новый». Работать в Сбербанке начала в 2003 году. По ее словам, сегодня публичное акционерное общество состоит из двух основных компонентов – физического и цифрового. Первый подразумевает под собой обширную сеть. На данный момент в Ульяновской области функционирует 147 офисов банка. Кроме того, у нас действует уникальное предложение с точки зрения передвижных кассовых офисов. Их три. И с помощью этих передвижных кассовых офисов в 25 населенных пунктах, там, где не представлен наш банк, население может получать все банковские услуги. Ну, начиная от элементарных, заканчивая подачей заявок, в том числе на кредит. Одним из новых сервисов развития физической составляющей является проект «Агентская сеть». Сервис заработал в этом году и представлен в шести районах области. Сегодня эта услуга дает возможность снимать наличные при совершении покупки на кассах торговых точках в удаленных и малонаселенных территориях региона. А уже завтра через агентскую сеть граждане удаленных населенных пунктов смогут оплачивать различные услуги. В текущий момент 13 точек по области уже есть, с 13 торговыми точками. И представлено это в следующих населенных пунктах. Это Новомалоклинский, Цельнинский, Барышский, Меликенский, Индинский и Маньский район. Рассчитываем до конца года охватить все районы области данной услугой. Если говорить про цифровой опыт и дистанционное обслуживание, то особую роль здесь занимает Сбербанк онлайн. Более 50 миллионов людей по всей стране сегодня являются активными пользователями приложения. Сэкономить время своим клиентам банк помогает и с помощью других платформ, работающих глобальной сети. Так, каждый шестой клиент регионального отделения банка, оформляющий ипотеку, делает это дистанционно через приложение банка Домклик. Сервис позволяет отследить этапы сделки и согласование недвижимости в режиме онлайн. И мы как Сбербанк прилагаем все усилия для этого, чтобы увеличить ресурс времени у наших клиентов. Давать возможность заниматься любимым делом, заниматься хобби, тратить свое время на близких, родных и любимых людей. Для предпринимателей у банка также есть удобные сервисы. К примеру, дистанционное открытие расчетного счета. Платформа для предпринимателей позволяет физическим лицам, клиентам банка зарегистрировать себя в качестве ИП или создать общество с ограниченной ответственностью в течение трех дней. За это время автоматически формируется заявка в налоговую и открывается расчетный счет. И все это бесплатно. Алла Гладкова также отметила, что Сбербанк активно взаимодействует с правительством Ульяновской области. В конце июля текущего года было подписано соглашение между Сбербанком и правительством Ульяновской области о сотрудничестве в рамках социально-экономического и цифрового развития региона. Данное соглашение предусматривает взаимодействие банка с регионом в честь финансирования социально значимых инвестиционных проектов, в том числе и в цифровизации. Соглашение также позволяет обменяться опытом и лучшими практиками в сфере цифровизации. Ренат Алиулова, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 9 октября в регионе удержится прохладная погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 6 градусов по Цельсию. Ветер западный, 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке. Или простоту в пару кликов. Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. ГРАМОТНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ Для всех!